Всем привет! С вами Настя и вы на моем канале. Снимаю воскресный влог. Я себе все-таки заказала новые очки. Специалиста выбрала на профи.ру. Это гораздо выгоднее, чем идти в оптику. И сделали мне их, кстати, за 15 минут. Я прям довольна вообще результатом. Потому что прошлые свои очки я делала в оптике. Я их очень долго ждала. Кстати, знаете, они достаточно похожи на мои прошлые очки. Оправу я выбрала приблизительно такую же. Но все равно вот эти очки я хочу отремонтировать. Диоптрия здесь, правда, меньше, чем в этих. Здесь еще, значит, здесь, по-моему, 3.25, минус 3.25, а здесь минус 3.75. Как бы разные у меня, значит, по-разному глаза видят. Здесь у меня, по-моему, просто минус 3. Ну, слабее они, конечно, значительнее. Эти я делала за 10 тысяч в 2020 году. А эти я сделала за 6. На самом деле могла сделать гораздо дешевле. Но я решила выбрать сами стекла антибликовые. То есть, видно, да, как они прям переливаются. То есть, отражает ультрафиолет. Он не проникает, как бы не мешает видению, так сказать. Значит, если бы я выбрала обычные диоптрии, они стоили бы 2 тысячи. Такие, значит, линзы стоили пластиковые 4 тысячи. И выбрала оправу. Вот она. Она действительно похожа в мою предыдущую. Оправа стоила 2,5 тысячи, но мне сделали скидку 500 рублей. Плюс еще в подарок дали очешник. Ну, очешник у меня не здесь. Как бы я очки ношу, считай, на постоянной основе. Поэтому, в общем, я довольна. Супер. Теперь вижу все просто прекрасно. Потому что в тех уже видела плоховато. Стала опять носить фитнес-браслет. Уже, наверное, 2 недели подряд его ношу. Отслеживаю свою активность. Но я очень-очень активная. Особенно, когда хожу на работу. У меня каждый день по 10 тысяч шагов. И там какой-то режим вставания. То есть, у меня, короче, там какие-то 3 шкалы, которые у меня полностью все заполнены. Короче, очень активный у меня образ жизни. Так что можно за это не волноваться. Но все равно я его ношу. Еще отслеживаю сон. Сон у меня тоже хороший, в принципе. Но глубокий маловато только. Глубокого сна маловато, да. Там прям отслеживается количество в процентах глубокого сна, легкого сна и быстрого сна. То есть, глубокий сон, например, сегодня у меня, по-моему, 2 часа с чем-то было глубокого сна. Но это типа тоже мало, надо поболее. Для этого нужно стараться перед сном не смотреть в телефон, выполнять дыхательную гимнастику для расслабления перед сном. Ну, всякое такое. Вот. Мы сейчас скоро пойдем гулять. На улице замечательная погода, солнечно. Но при этом, так, ветерок прохладный чувствуется. Уже начинает везде листва зеленеть прям так активно. В общем, выйду, покажу. Сегодня хочу сделать вот куриные бедра, запечь их в духовке. Суп вчера варила фасолевой. Присыплю просто универсальной приправой. Замариную, так сказать, перед запеканием. Запекать я буду в сон Кате. Мы сейчас пойдем погуляем. Потом будет у нас обед. Буду ее укладывать на сон дневной. И еще майонезы я добавляю для сочности. Колечки я сниму. А то они все будут в майонезе. Так, ну и все. Сейчас мы все это дело разотрем прям так, как следует, со всех сторон. Я, кстати, всегда предварительно подготавливаю куриные окорочка или вот куриные бедра, потому что, ну, достаточно они жирные. Бывают, знаете, такие лохмотьи прям жирные висят. Я их не люблю. Я их все срезаю. Убираю вот отсюда вот тоже вот все такие кровяные тельца, так скажем. Кровяные сгустки. Вот, видите, я тут все убрала. Тут все чисто. И все. И у меня получаются такие вот красивые, аккуратные окорочка всегда. Запекать я их буду под фольгой, до готовности. Наверное, полтора часа однозначно. А когда уже они будут готовы, фольгу я просто уберу и подожду, пока появится румяная корочка. Потому что мы все любим румяную корочку. Чесночок почистила. Можно его порезать мелко. Мне что-то сейчас неохота резать. Я его просто быстренько так продавлю. И все. И этого достаточно вполне. быстро, просто и со вкусом. Теперь прикрой все это сделать пищевой пленкой и уберу в холодильник. День рождения у Кати, конечно, еще не скоро. Но я не выдержала. Подарила ей ее подарки. Вот такие вот куклы. Анну и Эльзу. Заказала на Вайлберрис. Вот мы сейчас как раз изучали с ними буквы. Дошли до буквы Д в игровой форме. Все как положено. Вот. Надо учиться еще их соединять. Прикольные куклы вообще. Но в отзывах везде пишут, что они не сидят. Это действительно так. Ноги у них вот как бы не гнутся. Вот. Они вот так вот делаются, но не гнутся. На самом деле это очень странно. Могли бы здесь такую борозду сделать, вырезать, и они бы тогда вот как бы так гнулись. А так они вот просто стопорятся и все. Не гнутся. Собственно, куклы-то как бы не дешевые. Но руки как бы гнутся, все отлично. Все хорошо. Волосы отлично прошиты. Шарнирные такие. Перед прогулкой сейчас хочу выпить такого молока. Козье молоко. Цельное. Вообще, я очень плохо усваиваю молоко. Как сказать правильно? Молочные продукты. С возраста вообще все это хуже усваивается. вот в детстве. мы постоянно пили такое полезное гипоаллергенное из Липецкой области. Объем 300 миллилитров. Стоит такая 86 рублей. Мне захотелось вспомнить детство. Сейчас немножечко попью козьего молока, но я чувствую, что оно как бы обработанное, понятное дело. Мы это пили вот когда отдыхали у бабушки на даче прям из-под козы. Всегда ходили там в одно место. Мама там покупала бутылку полтора литра молока козьего. И мы его пили. Каждый день пили. Нет, все-таки есть этот специфический вкус козьего молока. Ни на что не похожий. Надеюсь, во время прогулки мне не придется бежать в туалет. Потому что все это дело так слабит меня. Да, вот это вкус детства. Козье молоко. Прям очень-очень кстати даже похоже как из-под козы только то было теплое, а это холодное. Потому что из холодильника. Да, прям козой отдает. вот кто пил козье молоко, тот знает этот уникальный вкус. Хороший кстати. Мы выходим на улицу второй раз. Зашли домой, я переоделась, потому что что-то как-то не рассчитала. Очень жарко. Я все вспотела в дубленке, а тут все дети бегают вообще без курток, без шапок. Сегодня очень тепло. Да, у тебя кепка. Я вообще надела ветровку такую легкую совсем на майку. Очень жарко. Кать тут вовсю на тарзанке катается. Очередь занимает. Кать, ну как, удобно? Удобно. Трехколесные, да? Ну-ка, встань без опоры. Ну что, пойдем на улицу, да? Да, так здесь можно съесть. Бирочку сейчас срежем. Тут в наборе идет шлем на коленники, на рукавники. Ну ты открывай. И сумочка вот такая. Сейчас все наденем, Кать, давай. Да, Кать, вот, видишь, у тебя полная защита, Полный комплект. Если ты упадешь, видишь, да, тебе не больно, да? Вот, так вот можно учиться. У меня в свое время не было ничего такого. Попробуй в мою сторону. Видишь, как, и не страшно, да? Да, потому что у тебя защита. Потому что у тебя защита. Это подарок тебе от дедушки с бабушкой. Классно? Защита, да. Коленки, руки, локти, все защищено и даже голова. Так что учись. О, Кать, тебе же хорошо получается. Такими темпами зимой будет, наверное, хорошо кататься на коньках. Кать, туда не залезешь. нет, если хочешь сюда лазить, надо переобуться обратно в кроссовки. Мам, я хочу покататься. Ну, тогда катайся. Захочешь полазить, скажи, мы тогда с тобой кроссовки наденем, хорошо? ветер. Молодец, смотри, как у тебя хорошо получается, да? да? Угу. Давайте до этого давай доезжай. Давай, доезжай. А Саша решил на велосипеде приехать. У нас отрем все спортсмены. Мне только не хватает транспорта. Самокат надо. своих двоих. Ха-ха-ха-ха-ха. Видишь, Кать, смотри, как папа катается и учись. Он педали крутит. Тоже будешь учиться потом. Сула. Ха-ха-ха-ха. Эх, красота. Сейчас будем обедать. Разлила супчик фасолевый такой. Вчера сварила из консервированной фасоли. это Катина тарелочка. Уложила Катю спать. У меня появилось немного свободного времени. И теперь я поделаю алмазную мозаику. тарелочку. Тарелочка Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот такие кисточки Которые тоже шли в наборе Так, боковые колеса прикрутили Теперь сборка переднего колеса И установка крыла Катя, проснулась? А тут папку вон тебе собрал, да? Практически Катя, еще не до конца Аккуратненько, Катя Только проснулась, да? Вот какой велосипед у тебя будет, да? Это тебе папа на день рождения подарил Ясно? Нравится? Пока Саша собирала велосипед Я тут блины начала делать Тесто замешала Будут такие С сыром и с ветчиной И просто классические, весело Будем туда по вкусу Начинку добавлять Вот, кстати, олень Которого я ушивала Да, мама Я, да, так и сделала Да, повесила его в рамку В такую Да, в рамку И она новая Да Рамка новая Все правильно Катя говорит Вот здесь надо подкрасить Немножечко белые Да, подкрасить Белые Да, Катя Вот такая картина красивая получилась В комнате повесили Да, у меня ролики Да Сейчас пойдем гулять, Катя Да Вышли на вечернюю прогулку Катя настояла на том, чтобы взять с собой ролики Потихонечку, потихонечку учится Как робот идет Колесики, кстати, светятся Понравились ей прям ролики очень Дошли до батутов Катя уже успела один раз Переодеть кроссовки Теперь опять ролики Чередует То ролики, то кроссовки Много кто гуляет Катя хочет встретить Подружек из детского сада Говорит Хочу, чтобы все увидели Какие у меня ролики Катя Катюш Ку-ку Ну а на этом все Пишите свои вопросы, комментарии И всем до новых встреч Увидимся очень скоро Пока-пока Пока Ой, там кто-то змеи запускает Пишите свои вопросы Субтитры сделал DimaTorzok Догоночками Постой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok